Всем привет, друзья! С вами Варчик. В этом видео мы поговорим не про танк Turtle МК-1, поэтому это не гайд, это не обзор и не то видео, после которого нужно решить, брать этот танк или не брать. Еще 4 дня будет продаваться Turtle МК-1 и я успеваю сделать полноценный видосик, в котором расскажу все про танк, но он будет следующим, не этот. В этом видео мы поговорим про следующее. Итак, смотрите. 27 октября. Планка мастера, которую нужно пересечь, 1959 опыта. 1959. Почти 2000 опыта надо получить, чтобы вам дали мастера на Turtle МК-1 27 октября. 28 октября планка на мастера была уже 1795, грубо говоря, 1800 опыта, чтобы получить мастера. И уже 29 октября планка занимает свое нормальное состояние 1101. А я вам скажу, что 1101 это планка опыта на мастера для плохого танка. Этого мастера можно штамповать практически через бой. А вот для хороших танков планки мастеров там в районе 1500, плюс-минус. Это уже жесткий танк, на котором много играет жестких игроков. Это популярный, хороший, жесткий танк. Обладает такой вот планочкой. Итак, что же происходило? Что мы должны были понять за эти три циферки? То, что за три дня планка упала практически в два раза. С двух косарей практически до тысячи. А все очень просто. Сначала этот танк на пресс-аккаунтах покатали водомесики, потому что это выгодно и картошке, и водомесикам. Картошка перед выходом продаж прорекламировала танку бесплатно у всех водомесиков, а водомесики получили дополнительный буст количества зрителей на стримах. Все в выгоде. И поскольку водомесики играют лучше, чем целевая аудитория, то планочку они задрали почти до двух косарей на этом танке. И хоть не все водомесики играют великолепно, так сказать, но они играют намного лучше, чем ЦА. Грубо говоря, в два раза, что и показал нам этот график, который можно посмотреть на вот реплейс. Кстати, на любой танк. Можно узнать, сколько сегодня нужно опыта на мастера. Итак, водомесики подняли планочку почти до двух косарей, потому что они исполняли геймплей танка, а исполнять геймплей танка это играть так, как на нем подразумевалось разработчиками, пользуясь его плюсами и стараясь не попадаться под минусы танка. А это то, что танкисты, накупив этот танк, уронили эту планку почти в два раза. Почему так произошло? Потому что уже даже в рандоме я видел много раз, как на тертле МК-1, ребята просто не исполняли геймплей этого танка. Они занимались чем-то другим. Они принимали участие в бою, но не так, как подразумевалось изначально на этом танке. Они делали не то, в чем силен танк. Они делали наоборот то, в чем танк слаб. И не исполняли геймплей этого танка вообще. Поэтому они эту планку уронили в такое днище, что мастера на этом танке сейчас дают просто за 3000 любого урона, куда попало там вообще пофиг. И сколько же там слез на форуме, мне даже приходят на стримы в комментарии написать, что там слезы текут. Да так сильно текут, что даже до меня дотекли. Давайте разбираться, что же такое тертл МК-1 по геймплею. Еще раз напоминаю, это не гайд, не обзор, ничего такое. Это просто само вот событие меня заинтересовало. И так каждый раз на многих танках просто не исполняется геймплей. Сам танк не виноват. У него значочек, ромбичек, ПТшки и все. Из-за этого геймплей танка не исполняется. Вот если бы у нас было много значков над танчиками, а не только там ПТ, ТТ, СТ, ЛТ и арта. А допустим ПТ, но штурмовая. То уже было бы как-то интересно, что такое штурмовая. Видимо я не должен стоять в кусту на красной линии. Давайте разбираться, что за геймплей у тертл МК-1. А геймплей у него прост. Это ПТшка ближнего боя бронированная. Это в принципе все. Что нужно знать перед тем, как играть на этом танке. Этого уже достаточно, чтобы не играть на планку 1100 опыта. Как ЦА Картошки. Если просто хотя бы изначально стараться и пытаться исполнить геймплей этого танка. Но даже я сам удивился, что в трудных ситуациях, играя даже против десяток. Ты тупо едешь в то место, где есть возможность попробовать исполнить геймплей этого танка. И о чудо, оно как-то да получается. Что-то да сходится. И когда ты играешь на танке в то, к чему он предназначен. То даже как-то играть само по себе получается. Этот танк очень медленный. 20 километров. Но даже я не любитель ПТ. Играя на этом ПТ, так как подразумевалось изначально в его геймплей. Что-то у меня да получается. Но танкисты уже там просто заливают слезами все подряд. Для меня это честно говоря непонятно. Почему танк так жестко страдает? Из-за того, что танкисты, видя значок ПТ, становятся сразу на красную линию. С этого танка практически невозможно стрелять вдаль. Он настолько это делает плохо, что я не удивлен, что планка 1100. По опыту, чтобы получить мастера. Если бы я стоял в кусту на этом танке и настреливал урон сдалека. Прям с базы там вообще никуда не ехал. У меня бы наверное результат был бы такой же. И ко мне так часто люди на стрим заходят и сразу в лоб мне говорят, а что ты играешь на говне. При этом особо даже не разбираясь, какой у меня результат на этом танке. Что этот танк из себя представляет, какой у него геймплей, разбора, событий никакого нет. Просто сразу клеймо повесили, все. Я сейчас не говорю, что этот танк классный, плохой или какой-то там такой, не такой. Я просто говорю, что танкисты просто тупо почему-то ошибочно на этом танке играют как на другом. Они видимо думают, что это СТР в этом или борщ какой-нибудь. Вот в принципе и все. И даже те водомесики, которых вы можете смотреть, как они играют. Даже они показали результат в два раза больше, чем ЦА картошки. Вы представляете, насколько ЦА картошки не умеет в геймплей танков, что каждый раз так вот роняют эти планки. Очень тяжело из-за такой ЦА картошки делать все гайдики и видосики по справедливости так, как это есть. Потому что каждый раз они своими комментариями и непонятным мнением пытаются тебя сбить. И так и хочется выпустить гайд по этому танку и сказать, что он полный кал. Вообще не разбираясь, просто в первый же день продаж берешь, выпускаешь видосик. Тёртл МК-1, просто помойка. Все. Можно даже не разбираться. Тупо сказать, что у него маленькое пробитие, снаряд летит криво. Все. И ЦА картошки скажет тебе спасибо, потому что они на нем так же и играют. Вот в принципе и все. Зачем все эти мелочи разбираться, что там к чему. Все это ведет только к одному. К тупой деградации, куда и катятся комьюнити картошки. Еще чуть-чуть я на нем поиграю и выйдет полноценный гайдик. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок